Антон, как я знаю, у тебя есть бизнес в России и бизнес в Дубае. Давай сравним рентабельность инвестиций в недвижимость в Дубае и рентабельность инвестиций в России, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. Ну, смотри, это легко сделать однозначно. В Российской Федерации якобы не особо любитель был покупать какую-то жилую недвижимость, но здесь как бы именно на этом акцент. В Российской Федерации эта история связана была с коммерческой и связана до сих пор с коммерческой недвижимостью. Поэтому тут можно сравнить вот эти две составляющие. Зачастую ведь коммерческая недвижимость, она требует непосредственного участия и управления постоянного. Ну, естественно, можно это выстроить и отстроиться как-то там менеджментом и так далее. Но, тем не менее, я бы сравнил именно историю, связанную с курсом доллара и посмотрел бы просто на статистику за последние 10 лет. Давай окунемся в 2012 год, Российская Федерация. Какая стоимость была, помнишь ты, за доллар к рублю? 35, наверное, где-то. Ну, 30. 29-30, это вот 12-й год, 29-30 рублей за 1 доллар. Соответственно, на сегодняшний день только 100% дала бы разница в этих курсах валют. На сегодняшний день там 65, то есть даже 100 с чем-то. Это просто прирост за счет того, что ты просто на пассиве в долларе сидел. Это первое. Второе. За это время статистически Дубай перерастал 5,3% по году. Это прирост капитализации недвижимости. Вот еще 53%, да. Итого уже на выходе там где-то 160%. И далее возьмем, что ты сдавал эту недвижимость в аренду со средним чеком, допустим, 6%. И это еще плюс 60%. Что получается? 220% за период 10-летний, если бы ты на пассиве тогда купил недвижимость. 220% это 22% по году. Комментабельность коммерческой недвижимости, если ее покупать, это в размере, наверное, 6-7 лет, 8 лет, 9-10 лет. В зависимости от региона, в зависимости от ликвидности его локации и так далее. Если это строительство объектов, да, я думаю, что девелоперы, люди, которые занимаются строительством таких объектов, меня поймут и как бы поддержат. Это грубо от, там, ну, понятно, есть кейсы, когда и 2 года можно сделать, но 3 года-4 года – это нормальный уровень рентабельности для российского бизнеса с точки зрения строительства коммерческих помещений, сдачи их в аренду и упаковки этого бизнеса. Да, и это мы взяли только сценарий, который на сегодняшний день, и взяли курс доллара, который на сегодняшний день каждому из слушающих сейчас кажется просто аномальным. Если мы вспомним ситуацию, которая была в феврале, и посчитаем по 120 рублей за доллар, которая, собственно, и была в один момент, то умножая это еще все на 2. Да, знаешь, и как бы с этой точки зрения, когда ты смотришь, капиталу нужны гарантии, капиталу нужна стабильность, капиталу не нужны вот эти вот суперскачки. Это можно делать на более мелких чеках, когда ты инвестируешь и хочешь рисковать, и выбираешь для себя эту тенденцию. Но если ты действительно пытаешься, в первую очередь, сохранить, во вторую очередь что-то суметь приумножить и заработать, да, пускай на часть активов ты выбираешь какую-то очень рискованную там вещи, которые дают x2 или x3. Но в целом для капитала тебе необходим какой-то определенный прирост. Вот в Дубай по сравнению с Российской Федерацией, вот мы сейчас с тобой посчитали, как я, в принципе, рассуждаю. Если кто-то готов сказать что-то в ответ, можно в комментариях под этим видео оставить свое мнение, я с удовольствием бы подискутировал на эту тему. Может быть, кто-то обратится в нашем телеграм-канале и захочет поговорить. Я всегда открыт к такого рода диалогам. Кто-то, если есть в Дубай, тоже, пожалуйста, приезжайте, встретимся здесь, в офисе, пообщаемся на эти темы. Всегда с удовольствием, я говорю, я напитываюсь этими знаниями, всегда готов слышать критику, свой адрес в адрес своих рассуждений и так далее. Но не вижу, с чем здесь можно было бы спорить. Поэтому с точки зрения России и Дубая и вложения в недвижимость, пассив какой-то и пассивный доход, я однозначно бы определял, что Дубай – это то место, в котором это просто выгодно и необходимо это делать именно здесь для нормального капитала. Вот так. Ну, то есть человек с капиталом может приехать к тебе в офис, как я, и вы можете также обсудить любые моменты. Как ты с капиталом или как ты приехал в офис? Как я приехал в офис. Окей. Хорошо. Нет, конечно, я на самом деле, ты меня знаешь прекрасно, я очень люблю, это действительно мне всегда не хватает, я действительно люблю общаться с людьми, с правильными людьми и с теми, кого я знаю на протяжении своей жизни. Для меня нет никаких рангов и регалий ни у кого. Я всегда сажусь за стол, и у меня их нет, поэтому я всегда максимально открыт. Мои бизнес-партнеры здесь таким же образом тоже готовы в любой момент садиться за стол и прикладывать свою экспертизу, поэтому мы супер открыты, мы всегда ждем гостя любого человека с любыми запросами, сесть, посидеть, обсудить, попить кофе – это всегда приятно. Квартиры зачастую всегда здесь идут, это либо fully furnished, либо без мебели, она furnished. Собственно, как это выглядит? Все, что встроено в стены, гардеробы, санузлы, кухня, бытовая техника на кухне – все это всегда включено. То есть, чистовая отделка сделана, нет просто декора какого-то, нет обоев, то есть, все, белую краску, все готово. В принципе, многие живут именно так, то есть, это финальная чистовая отделка. Ну, кто-то, если хочет добавлять декора, добавляют, но зачастую правило, что человек привез себе кровать, повесил телевизор на стену и завез посуду на кухню, и все, собственно, можешь спокойно и полноценно проживать в этой квартире. Ну и бывает fully furnished, когда полностью мебелировано со всем-всем-всем. То есть, ты пришел, ты покупаешь конкретный уже даже и дизайн-проект, и цвет мебели, и видишь, что там будет. Прописывается отдельный лист по контракту, отдельный платеж идет за мебель. Здесь есть очень важный нюанс. Для желающих получить резидентскую визу, когда вы оплачиваете за квартиру, важно вычесть платеж за мебель, потому что он не будет являться... То есть, если у вас, допустим, приграничная сумма 540 тысяч долларов, ты покупаешь квартиру, но вдруг на 20 тысяч долларов там мебель, тогда у тебя не возникнет права оформить резидентскую золотую визу. Золотую визу, например. И опять же, со многими-многими агентствами можно эту историю себе заиметь в карман и получить вот такой вот продукт на выходе. То есть, купил недвижимость на 520 тысяч долларов вместо 540. И, собственно, не получил резидентскую визу из-за 20 тысяч долларов. И нужно еще прикупить один объект именно с этой точки зрения. Поэтому здесь тоже это важно учитывать. Ну да, очень интересный нюанс, если честно, я об этом не знал. Да. И смотри, вот как ты говоришь, можно купить онлайн полностью меблированную и даже не приезжать сюда и сдать ее онлайн. Да, в принципе, да. То есть, ты можешь также разбросать объявления по всем компаниям. Они съездят, возьмут на ресепшн ключ, они сделают вьюинг, просмотр квартиры, найдут арендатора, заключит с ним от своего имени контракт трехсторонний, который будет и с тобой, и с ними. Возьмут с него средства, как в части предоплаты, да, и останется решить вопрос, только каким образом они передадут деньги. То есть, либо это будет кэш-платеж. Многие сейчас уже идут на то, чтобы криптовалюты отправлять. То есть, соответствующим образом, здесь меняется кэш на криптовалюты, отправляется там в страну ездент. И вы там, соответственно, снимаете эти деньги уже криптой. Либо, если вы уже резидент здесь, и у вас есть здесь банковский счет, то без проблем прописывается ваш банковский счет, и средства будут поступать на ваш банковский счет. Так тоже возможно. Ну, то есть, проблем с получением нет. Пожалуйста, нет. Человек не разбирается в криптовалюте, просто свифт отправит вперед. Да. Ну да.